Друзья, всем привет на Игорь Скоража! Сегодня будем ставить классные ништяк на наш черный Гольф 2 Но перед тем, как начнем, друзья, хотел вам сказать всем Большое спасибо, от всей души спасибо, что вы меня все это время поддерживали За два года 8 тысяч подписчиков Я такое даже и не мечтал, друзья Поэтому, друзья, еще раз всем большое спасибо И раз вы меня поддерживаете, я буду дальше делать контент Дальше снимать видосы И проекты будут только интереснее и интереснее Ну а сейчас тогда едем мыть машину Потому что черный Гольф 2, как я его поставил на учет Я его больше не мыл Просто не было времени и я на нем почти не катался И это, конечно, очень жалко Но это мы изменим и будем делать скоро очень много разных покатушек Но перед этим мы его помоем Издалека он еще неплохо выглядит Но близко начинаешь смотреть, здесь пыль жуткая И что сегодня будем ставить, друзья Это те ништяки Вот эти коверчики на задние арки Те, которые стояли на этом ГТД Гольфе Я их помыл и хочу еще скотчем пройти Знаете, я часто этот беру скотч Отрываю и потом вот так клею на коверчик И вот всякая фигня, которая там держится И пылесосом не убирается Можно очень хорошо скотчем это убирать И такое я так давно искал, друзья И у нас в Германии это, блин, так тяжело найти По крайней мере за хорошие деньги И в хорошем качестве И они все равно стоят где-то 80-120 А в хорошем состоянии и 150 евро за две штуки Поэтому здесь сегодня будем ставить Но давайте сначала сгоняем ее, помоем Так, что у меня капот открытый Кстати, вот видите, у меня гараж Он очень узкий, но длинный И там я поставил ворота Поэтому если хочешь в гараж сейчас заходить И у меня здесь тоже инструменты И машина стоит Иногда так охота зайти, поковыряться Поработать, но каждый раз надо через ворота Потом здесь это ворота эти большие Открывать очень неудобно Поэтому я на эти выходные хочу вот здесь, в этом месте Вот так буду вырезать и ставить дверь Дверь уже купил Так что выходные есть чем заняться Ну ладно, это совсем другая тема Это вам не интересно У нас речь идет только о гольфах и джет Поэтому давайте погнали Заходишь в машину, садишься И такой запах, вот этот запах гольфа Запах сидений, запах всего этого пластмасса Это такое чувство офигеть Ох, я обожаю эту машину Мне не надо никакие новые машины Иногда, друзья, так зайдешь в гараж Сядешь в машину Или просто перед ней сядешь Смотришь на нее Такой кайф, ты так отдыхаешь Потому что глаз просто не нарадуется Вот смотря на эти машины А, здесь стекло Я последний раз Так Так, деньги с собой взял Взял Я на платную такую мойку Там надо самим все это мыть Платишь там по 50 центов закидываешь И можешь там шампунью машину мыть И все подряд Ну, короче, сейчас покажу Насчет датчика температуры И показатель топлива И мне написали много подписчиков Что есть такая Там такая черная трехножка Она сгорает И тогда вот эти два датчика не показывает Большое всем спасибо Кто дал этот совет И я это обязательно буду делать Но не сейчас Потому что сейчас Это надо опять все снимать Разбирать А этим заниматься неохота Потому что охота кайфовать Хватит уже работать над гольфом Охотой и покататься Поэтому это я буду делать Как сезон пройдет Эта машина у меня до октября Володи, да, до октября А потом она у меня В зимней спячке будет Поэтому я буду только заниматься тогда Зимой так и так будет больше времени Этим заняться Так, гараж закрывать будем? Нет? Иногда боишься Знаете, у нас так не ворует Но бывает есть такие люди Не хочу говорить откуда они Но могут что спереть Там все-таки у меня инструменты Которые я в прошлом году купил Они были дорогие И неохота, чтобы их мне сперли Поэтому лучше закрыть Ах, какая красавица Сейчас мы ее помоем И вообще будет кайф Короче, друзья, у нас такой сегодня видос Такой простенький Ничего особенного Знаете, иногда охота просто отдохнуть Не всегда что-то крутить Работать Это устаешь Надо и душой отдохнуть Поэтому сегодня мы так отдыхаем Поедем, помоем тачку Приедем, поставим вот эти новые коврики На задние арки Покайфуем, поразговариваем Ну так Просто такой Чисто для души видос сделаю Все, короче, погнали Да, одной рукой Без гидроусилителя Тяжело Когда машина стоит Но знаете Я не жалею И кстати, друзья Я же купил себе Гольф ГТД И на нем стоит классный руль И мы его будем ставить сюда Он хоть немножко обшорканный Но знаете На первое время пойдет И может я его обтяну еще кожей Потому что на эту E36 я купил руль И один там русак у нас в Германии Тоже это делает Обтягивает оригинальные рули в кожу И качество мне понравилось Неплохое Есть пару моментов Где я бы сделал все-таки лучше Но за эти деньги я считаю пойдет Поэтому вот я думаю Может быть тот руль обтянуть новой кожей И тогда будет вообще кайф Но руль можно уже переставить Тогда может моя жена на нем лучше кайфовать А то я говорил Очень неудобно С таким маленьким рулем И без гидроусилителя Ну ладно Короче, погнали Так, вот приехали На мойку Чтобы мыть, конечно, так Денежки сюда не закинешь Надо сначала разменять Кстати, смотрите Там мустанг старый стоит 90-х годов Самый, считаю, страшный мустанг Так Вот, кидаем Что-то не приняло Вот, сейчас Ключи Оилы 50 разменяли И она хватает ненадолго Надо очень быстро мыть Там я, знаете, сейчас не могу Спокойно так мыть Снимать и разговаривать Здесь надо теперь мне летать Над машиной Вот так летаю здесь Поэтому, друзья Я сейчас мою спокойно А вы можете смотреть Как я это мою Не удивляйтесь Я босиком Я стараюсь Как хорошая погода Всегда босиком Это самый кайф Потому что это очень хорошо Для организма Советую вам тоже Почаще босиком бегать Ладно, короче, моем Единственное, сейчас, наверное, в багажнике Немножко водичка будет Как я вам говорил Нет, та же Потому что я последний раз гнул О, кстати Надо прикрутить получше Что он слишком болтается Последний раз я вам говорил Что вот эта резиночка Она не оригинальная Я ее заказывал новую И она, конечно, не так классно встает Как оригинальная Эти углы там очень резкие Из-за этого она не так круто там прилегает Хотя резинка встала хорошо Но резинка, она немножко Она как бы толще и уже Вот видите, как она Оригинальная Она вот досудово вот так доходит Это почему-то вот такая узкая Но мы заказывали по каталогу Короче, других нету Это вот единственное Что можно было еще заказать Поэтому я вот хочу эту резиночку Снять с того GTD Поставить сюда Но я не знаю, получится это нет Потому что та резинка Все-таки уже тоже плохо выглядит Крутая Атойка Поехала Или С3 Ох, там еще одна тачка Поехала Смотрите, там встреча какая-то Пацанов Лен, иди сюда Крой галаш Опа О, вентилятор заработал Хорошо, значит работает Так, вот они Я их уже постирал Вот сейчас надо только скотчем пройтись Там вот всякая фигня липнет Это у нас редкость Вот здесь я такое И вот видите Я хоть и их помыл Все равно вот такие Всякие иголки От, не знаю От елки Вот всякое такое Клеится И тяжело так убирает Или как такая лента Называется по-русски По-немецки такая называется Пак, либо банд Для упаковки Но, к сожалению Просто так я их не поставлю Потому что Мне сейчас Там больше Сначала надо Выкрутить запруфа И только потом Я смогу вытащить Приклеилось Вот наша Какая классная Тарелочка Да, теперь вот Нам надо открутить Сверху надо открутить А то мы так не поставим И ремень безопасности Здесь тоже надо открутить Ключи не так-то просто Поставить такой коверчик Что классно Вот этот пловод У нас там спрячется Это кайф Так, ладно Тогда Какой у нас наборчик Надо взять Не, на 17 Что-ли-то Идет? Угу Ну она там слегка прикручена Значит Уберем эту заднюю полочку Чтобы не мешало Блин Здесь такая грязь Надо в гараже Убраться Так вот Снимаем Так, кстати Надо туда засунуть Под нашу бочку Но хорошо Что я сделал так Видите Бочка держится Оригинальным креплением Чем закручивается Запаска Я могу вот так Открутить И всю эту бочку Поднять В этом случае Это очень удобно Потому что Тогда мы можем Вот этот коверчик Нижнюю часть Так, что там упало Ух ты Не потеряли Вот эту нижнюю часть Засунем под низ Потому что Видите Здесь как Такая ступенька Вниз идет Под заднюю крышку И тут заходит И четко Закрывается Кстати Белый гольф Дористайл Из сарая Уже готовый Покрашен Я сегодня поехал Посмотрел Перед тем Как заберу его Поеду сначала Посмотрю В этот раз Я ничего не нашел Но в этот раз Он все еще Задний фартук Красил И верхнюю крышку Люка Он мне перекрашивал Потому что я ее Красил Неплохо получилось Но Не знаю Я решил Раз он красит И он мне сказал Он так и так Задний фартук Красит Из-за этого Что он Если еще крышку Люка покрасит Там почти разницы нет Поэтому я свою крышку Которую я красил И опять отдал И он ее тоже Сразу заодно покрасил Все нормально получилось Там один потек Сзади был Я говорю Вот убери Он говорит Ну блин Как ты его заметил Никто почти не смотрит Я говорю Я заметил Так что убери Он его зашлифовал Убрал Я доволен Добирать я его буду Только на следующей неделе Потому что Времени нету Не успеваю Поэтому На следующей неделе Будем дальше делать До рестайла Сарая Поставить на него Крутые диски И уже не дождусь Весь интерьер собрать Вот видите Свет включать Здесь подсветка Но у меня нет контактов Надо еще это Подсоединить Эта фигня Можно всегда сделать Ну-ка Теперь Вопрос Это подойдет Я вообще-то Делал так Чтобы она подошла Потому что Я тогда тоже Хотел ее поставить Но Ну-ка Да Она уже Уже становится Еще можно Запихнуть Проблема Если мы здесь Поставим Они наверное Здесь вообще Будут Очень плотно Сидеть Ладно Короче Давайте Я все это Откручиваю Ставлю сюда И потом Все это Будем смотреть Подойдет Нет Но Реально Красиво Смотрите Вот так Кожа И здесь Чистый Коверчик Какой красивый Теперь багажник Кстати Здесь вот такой Нюанс Есть Не просто Так Накидываете На занятки Еще Вам надо Вот эту Часть Открутить Чтобы Накинуть Коверчик Через Вот этот Не знаю Как это Типа Блин Ну там Где сама Вот эта Часть Крепится Где Прикручивается Вот такой Болт И вот Это Цепление Заднего Сидения Здесь Как бы Растет А я не знаю Как по-русски Сказать Короче Это надо Открутить Снять Коверчик Туда Засунуть И потом Опять Все Это Прикрутить Вот так Самое Идеальное Ставить Я на Другой Стране Это Не Сделал Сейчас Я Ее Полностью Не Буду Откручивать И Вот так Засунем Туда Ее Под Низ Блин Там Я Это Не Сделал Я Наверх Сделал Это Надо Еще Изменить Друзья Короче Видите Очень Неудобно И снимать И фонариком И это Все Ставить Ах Спинаш Заболел Короче Все Это Ставлю Потом Смотрим У нас Здесь Сойдется Все Или Мне Придется Одну Такую Часть Опять Возбирать И Резать Конечно Это Неохота Делать Друзья Но Если Не совпадать Будет То Придется Это Делать Думаешь Какая-то Мелочь Все Так Провозился Что Уже На улице Темно Кстати Кто спросит Что Это За Здание Напротив Меня Это Спорт Зал У нас Там Волейбол Всяко Играет Я Тоже Там Одно Время Играл Потом Слишком Начал Много Играться С Машинками Что На Спорт К сожалению Времени Почти Нет Все Четко Встало Жалко Конечно Что Здесь Дырка Потому Что Это Сдоре Ставило И У них Там Еще Бачок Сзади Задние Стекло Омыватель Поэтому Кстати У нас Еще В каждой Машине Должен Находиться Такой Треугольник Он У меня Пока Здесь Сзади Лежит Потом Вот Такой Фабанкаст Не знаю Как по-русски Называется И Обязательно Вот Такие Такие Веста Я не знаю Как Тоже По-русски Называется Надо Столько С собой Возить Сколько Пассажиров В машине Если Тебя Милиция Остановит И Ты Всей Семьей Едешь А у Тебя Всего Лишь Две А Ты Вчетвером У Тебе Еще Два Ребенка С собой То Тебе Могут Тоже Уже Штраф Или Так Предупредить Сказать На 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 Такое Не Делать Кстати Видите Вот Вылетает Фигня Я На Моем Еще Это Не Сделал Но Все Равно Работы Дофига И Вот Сейчас Блин Пыль Грязь Немножко Почти На Нем Ничего Не Возишь И Все Равно Надо Браться И Вот Так Кайф Было Бы Оригинальный Найти Это Не Оригинальный Сюда Повесить Вот Это Красота Была Оригинальный Он Черный Был Качина Еще Посмотреть Встала Но Если Вы Так Смотреть Слегка Так Вниз Слегка Но Почти Не Видно Даже Минимально Кто Не Знает Здесь Ничего Не Видно Все Четко Выглядит А Пойдет Сейчас Я ее Тоже Почистил Я ее Последний Раз Тоже С ГТД Снимал И Вот Все Болты И Все Эти Заклепки Или Как Называет Тоже Нашел Как Мой Телефон Чтобы Видно Было Ужасно Приятно Речкой Работы Над Проектами Чем Кататься 60% Люблю С ними Заниматься И 40% Кататься Вот Примерно Так Если Говорить Но Вообще Все Кайф Я Все Люблю Но Самое Вот Когда Руками Работаешь Когда Видишь Что 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 Подвигается Ты Из Кусок Говна Глубо Говоря Сделал Такую Конфеточку Поэтому Вот Это Самое Приятное Так Что Друзья Надеюсь Вам Такой Видос Понравился Я Не Знаю Когда Я Поставлю Или В Пятницу Или В Воскресенье Так Что Желаю Всем Классных Выходных Отдыхайте Желаю Всем Сзади Есть Видос Знаете Я Ссылку На Там Вроде Три Или Четыре Видоса Как Я Это Делал Заднюю Музыку Я Все Эти Видосы Поставлю В Описании Видео И Еще Сделаю Наверное Такой Плейлист Где Только О музоне Идет Речь Так Что Друзья Заходите Смотрите Кто Еще Не Смотрел Мы Увидимся Тогда На Следующей Неделе Выходных План У меня Работать Над Джетой И Надо Думать Что Делать С Нашим Гольф ГТД Но Его Так И так Надо Перегнать Перепарковать На Другое Место А то У меня Впереди Как Камень Стоит И Мешается Каждый Раз Когда Я Прощаюсь Так Тяжело Прощаться С вами Потому Что Всегда Охота Дальше Что Говорить Но Надо И Подходить К Сегодня У нас Такой Прекрасный Вечер Ничего Наверное Вам Не Видно Вообще Ветра Нет Тепло Такой Идеальный Летний Вечер Красота И Сегодня Вообще У нас Обещали Что Очень Много Будут Этих Штерн Шнуп Как Назоват По-русски Вот Звезды Падают И Каждый Раз Когда Так Обещают Друзья Всегда У нас Облака И Видите Здесь Бардак Сейчас Буду Убираться Тож Когда Я Щуки Болты Я Не Просто Коробочку Беру И Там Ищу Времени Нет Я Беру Эту Всю Коробку Все Высыпываю И Чтобы Быстро Найти А Потом Вот Конечно У меня Везде Вот Такие Высыпанные Коробочки И Поэтому Сейчас Я Буду Убираться Такой Бардачок У Меня Кстати Кто За Проектом На Моем Втором Канале Наблюдает То Я Заказал Себе Там Новые Кайловеры Самые Крутые Кайловеры Которые Можно За Такие Деньги Взять Которые Идеальные Для Кольца Они Такие Кайфовые Кто Еще Не Подписан Там Переходите Подписывайтесь Потому Что Этот Проект Хоть И Медленно Продвигается Но Он Будет Реально Крутой Кто Любит Е36 И Е36 Это Легенда Офигительная Кстати Видите Те Рычаги Последний Раз Показывал Мне Еще Надо В Тех Местах Вот Здесь Тоже Бы Это Сошлифовать Потому Что Может Быть Проблема С Как Их Называют По-русски Скобы Что Могут Скобы Потом Разболтаться Со Временем Когда Вот Такая Порошковая Покраска Поэтому Я Сейчас Это Тоже Сошлифую И Подкрашу Тут Простой Такой Красной Краской Видите Всегда Есть Чем Заняться Мне Никогда Скучно Не Бывает Я Не Понимаю Даже Людей Когда Вот Они Сидят И Скучно Не Знать Чем Заняться Приходите Ко Мне У Меня Столько Делов Есть Чем Заняться Всегда Так Что Друзья Все Всем Пока